Особое мнение на 101FM В сердце, в душе Вот я знаю отзывы уже первые пошли Людям и людей было немало Простых жителей, я имею ввиду нашего города Многие прям говорят, что изменили отношения О руководителях Областного центра В общем, как у вас это все? Ну, мне не удалось побывать на всех секциях форума На какой площадке вы были? Я был в первый день на лекционных площадках Которые в космонавтике В 23 числа В детском космическом центре Абсолютно верно, да Спасибо за уточнение Значит, мне, если так вкратце Я приятно поражен Во-первых, поражен спикерами То есть, в принципе, достаточно интересной темы Есть что пообсуждать Там есть и общее впечатление Первое По сути дела Уже все изобретено То есть не надо изобретать велосипед То есть брать пример вы считаете С других городов Спикеры рассказали достаточно много информации Какую-то можно взять Какую-то можно переосмыслить Подумать Но точно Я считаю, что Однозначно есть хорошая польза Этого форума В том, что Вот этот опыт Который нам С нами поделились Гости-спикеры И то, что обсуждали Это опыт других городов Не только нашей страны Но и других стран И очень важно сейчас взять самое лучшее Не наступать на те же грабли И использовать в своей работе Ну, самый-то сейчас главный вопрос Действительно ли Сможем ли мы это все запустить в работу Использовать идеи, прозвучавшие Я к чему? К тому, что вчера мы в программе Разворот на бизнеса Тоже обсуждали итоги урбанистического форума У нас тут были высказаны Диаметрально противоположные точки зрения Азиз Агаев, например Настаивал на том Что сначала нужно Все-таки так называемую базу готовить Решать экономические проблемы Бизнес Выстраивать с ним понятные отношения То есть, чтобы казна городская была полна А потом уже Думать о том Что мы можем превратить наш город В действительно цветущий Благоустроенный, хороший Бизнес-обудсмен нашего региона Владислав Попов Говорил, что нет Можно и сейчас Всевозможные идеи выдвигать И будорожить общественность В общем-то Одно не мешает другому Вы какой точки зрения придерживаетесь Ну, во-первых Часть идей, которые там звучали Они не требуют Больших финансовых вливаний Их можно уже делать сейчас Во-вторых Там Безусловно Для того, чтобы Я понимаю, что Там Наша техническая база Сейчас не самосовершенная Но для того, чтобы понимать Куда двигаться дальше Там Очень важно Там Вот этот форум Он вот этот дал толчок Дал толчок направлению Поэтому я, наверное, ближе К Владиславу Там По своему мнению Потому что, безусловно Денег нет Повторюсь Многие проекты Они требуют Достаточно больших вливаний Некоторые Достаточно локальные И на уровне вообще Дворов Можно реализовывать Или социальных инициатив Граждан Вот Но очень важно Понять правильный вектор Направления Иначе придется Опять переделывать Какой из проектов Обсуждавшихся на форуме Вам как-то больше всего Приглянулся Как-то вот в душе Такие хорошие отзывы Люльченко обсуждалось Да, наши малые реки Ленточные парки О парке Овраг засора Вот как вы это все Я Или вы на своем районе Я был на транспорте Да Я был на транспорте На общественном транспорте И это, конечно, там Я шел С неким таким Скептическим ожиданием То есть, что еще Можно там Изменить в этой ситуации Вот И это одни из Ну, то есть Те спикеры, которые Чувствуются, что Есть опыт Есть о чем пообсуждать И очень здравые Логичные вещи И это для меня Самый ценный опыт Помимо там Каких-то общих вещей Потому что Те позиции Там Те мысли, которые Они озвучили Они на самом деле Уже проверены Временем в других городах Что это, например? Ну, по поводу Расширения проезжей части Там Как раз Там Выступающий Там Говорил О том Выступающие Там Их было трое Там Где-то они Меняли друг друга Заменяли Дополняли Значит Приводили пример В том числе Там Москвы И других городов Когда Простое расширение улиц Там Я не против Расширения улиц Но если Делать Расширение улиц Не делая Никаких других Телодвижений То пробки Не исчезнут И Я в этом Сейчас точно Убежден Потому что Безусловно Только развивая Общественный транспорт В том числе Там Не Не за счет Там Закупки Более больших Автобусов Более там Красивых Удобных Внутри А именно С точки Неразвития Системы Общественного транспорта Как бы Она позволит Дать совершенно Другой толчок Развития города Потому что Те цифры Которые прозвучали А именно Что более 70% Горожан На работу Добирается На личном транспорте Ну это Как раз Говорит о том Что сейчас Общественный транспорт Находится в стагнирующем состоянии Так быть не должно То есть Как бы Мы Безусловно Не такой Там Удаленный город Чтобы Без общественный транспорт Можно было обойтись Поэтому Вот эта тема Мне очень понятно Очень простые вещи Которые можно сделать И в принципе Не все Они требуют Каких-то больших Вложений Мне как раз Не легло к душе Там Там тоже Были спикеры Которые говорили Про технические средства Там новые светофоры Там развязки И так далее Потому что Это Вот там бюджеты Точно большие Там Система Капитальное строительство Это система техническая Она без Системы организационной Ну как бы Ничего не решит Потому что Там как раз Было представлено Мнение экспертов Там где в городе Можно делать Те же выделенные полосы И вот это вещи Они тоже потребуют Вложений Но они объективно Сейчас Могут дать Больший толчок Нежели Там Какие-то другие Технические решения Там Которые были Вот это мне Приятно поразилось Там Так как я В том числе В постоянной комиссии Там по ЖКХ И транспорту Это точно то Что нужно брать И Там Те вещи Которые звучали Они являются Достаточно революционные В том числе Там точка зрения Которая мне прямо Легла Достаточно Ее надо безусловно Осмыслить специалистам Это опыт Когда Там Общественный транспорт Функционирует следующим образом То есть есть Частное лицо Которое Закупает автобусы Я сейчас говорю Про частных перевозчиков Там Заключает Закупает автобусы Берет сотрудников Наим Заключает Контракт С городом Где обсуждается Графики Работы Маршруты И так далее И Город ему платит За часы Ну я условно говорю Безусловно Там с какими-то коэффициентами А деньги за проезд И разницу Если Какие-то Маршруты Являются Дотационными Берет на себя бюджет И тогда В этом случае Решается проблема Которая очень Часто звучит И там Она близка Там и мне Я знаю Что там Безусловно Например Той же заречной части города Поздно невозможно уехать Абсолютно верно Да Поздно невозможно уехать Невыгодно ездить Спикеры из Москвы Говорят Ну вообще нонсенс Если общественный транспорт Приносит прибыль Потому что Если общественный транспорт Приносит прибыль То скорее всего Он точно не решает Нужды отдельных Социальных групп В том числе удаленных В том числе Из пригородов Из каких-то вещей Потому что Это ну невозможно То есть В логике этой Общественный транспорт Всегда будет В определенной части Дотационный Ну раз уж мы заговорили Про общественный транспорт Давайте продолжим Сейчас Киров наш Находится в такой стадии Когда мы ждем Да Как известно Несколько Десятков автобусов И троллейбусов Новых Белорусские автобусы Уфимские троллейбусы Вот буквально Когда этот первый троллейбус Был презентован Руководство Автотранспортного предприятия Обмолвилось Что вот видите Мы тратимся И наверное Все-таки проезд Стоимость в общественном транспорте Придется поднимать Оправданно? Ну вчера у нас не Там мы Вынуждены снять Были с повестки Обсуждения Вы имеете ввиду Заседание комиссии Гордумы Да Заседание комиссии Гордумы Там в связи с командировкой Руководителя АТП Его перенесли На более поздний срок Поэтому про закупки Ничего не скажу Там с точки зрения Вообще Ну обновления парка Безусловно Этот процесс Как бы необходим Но опять же Как я как Там в том числе Участник Там Общественного транспорта Там я достаточно часто Пользователь Я очень часто Пользователь Пассажир Да Я могу сказать Что вопрос Хотя он тоже звучал Там и проводились Исследования Спикеры Об этом говорили Что это важно Для меня вопрос Комфорта Внутреннего Проезда В общественном транспорте Сейчас там Не является самым важным Потому что То что было еще Лет 10 назад Когда в автобус Было не зайти То сейчас Во всяком случае По тем маршрутам Которым передвигаюсь я То есть такой проблемы нет Проблема В скорости перемещения В пробках Это безусловно Да Но я езжу Достаточно комфортно Это не значит Что всегда И сидячие места Но зайти в любой автобус В любое время Ну для меня лично Там в принципе Я не вижу этой проблемы Поэтому Пассажирам с детьми Старикам место уступаете? Да Делаете замечания тем Кто не уступает Замечания не делаю Да Но сам уступаю Я вообще Ну там чаще стою Чем сижу Потому что в принципе По времени Это не так много Поэтому Безусловно Вопрос технической части Обновления Он стоит Но еще раз говорю Там я вижу Больше задел Сейчас результатов Если мы Логистически Решим вопрос У пробок Потому что опять же Если говорить Про утренние часы Заторов Там Из района Филейки От СЭМа Добраться до центра города То По сути дела Я об этом уже говорил Не раз Это факт Пешком Я обгоняю Любой Доходя от дома До Лепси Я обгоню Любой автобус Повторюсь Если это время затора Я даже обгоняю Любое такси Поэтому Это нонсенс Как бы Вот Понятно Что полезно Ходить пешком Но общественный транспорт Должен передвигаться Однозначно В такие периоды Быстрее Чем личный транспорт И я как раз согласен С одним из спикеров Который говорит о том Что решить проблему Пересадки людей На общественный транспорт Можно только тем способом Когда создать условия Когда Пользование Личным автомобилем Повторюсь Там В городской В городской среде Становится невыгодно По сравнению С общественным транспортом Невыгодно В смысле Скорости перемещения Скорости Стоимости парковок Если они появятся Значит В том числе Альтернатива Там Поездки На общественном транспорте Сейчас я говорю Там На общественном транспорте Передвигаться Недорого Но и не быстро И это проблема Как бы Потому что он стоит В тех же самых Заторах Если выйти Там На Октябрьский проспект Много очень Там Троллейбусов Автобусы Они полупустые Потому что люди Идут пешком Это Михаил Ковязин Депутат Кировской Городской Думы Мы продолжим Наш разговор Об общественном транспорте Буквально через полминуты Особое мнение На 101FM Продолжаем нашу беседу Михаил Буквально В дни проведения Или еще Нет Накануне Все-таки Это еще было Урбанистического форума Илья Шульгин Произнес Честно признаюсь То чего я ждал Много лет Я имею ввиду Выделенные полосы Для общественного транспорта На Октябрьском движении На Октябрьском проспекте Илья Вячеславович Сказал Что мы должны Стимулировать граждан Пересаживаться На общественный транспорт Это такая Пока большая мечта Но все-таки Да Он прокомментировал ситуацию На Октябрьском проспекте Что там заставлено Все Хотя там стоянка В принципе запрещена В правом ряду Но вот Так или иначе Идея-то озвучена Я честно говорю Я разделяю А вы? Сто процентов Разделяю Там вообще Я говорю Вот этот форум И вообще Мы же Наше мышление Развивается там Постепенно И иногда Вот такие вещи Они знаковые Для того Чтобы посмотреть На ситуацию По-другому Со стороны И так далее Они позволяют Тот накопленный Эмоции Опыт Переосмыслить По-другому Поэтому однозначно Я за пешеходов Хотя сам являюсь Автомобилистом Потому что На самом деле Ну Автомобиль Это не Там Это дополнение То есть Все мы пешеходы В первую очередь Там да А уже потом Автомобилисты Поэтому я Вижу результат Что если выделены Полосы Причем я понимаю Что нужны будут Технические средства Которые потребуют Бюджетных денег Да Но это Точно Будет другой эффект Если же Нежели мы будем Сейчас заниматься Расширением дорог Поэтому здесь Я поддерживаю Позицию Там Главы администрации Вот И Там Все что в моих силах Я буду всячески Стараться Притворять Потому что Однозначно Это решит Проблему Во-первых Повышение Привлекательности Общественного транспорта Вот И Ускорение Ну В том числе За счет ускорения Скорости движения Да Неудобно будет Автомобилистам Потому что Все привыкли И На форуме Опять же Говорили Простые Шаги Которые нужно сделать Для того Чтобы в том числе Как бы эти проблемы Решить Но безусловно В первую очередь На первом месте Ставя Пешеходов Нежели автомобилистов Поэтому придется Где-то потесниться Оставить машину дома Или заплатить За это деньги Вы все-таки За пешеходов Я же за пешеходов Ваш шеф Если можно так выразиться Елена Васильевна Ковалева Недавно была Представитель Кировской Городской думы Глава города Была у нас в студии И вот На вопрос Кого вы все-таки В приоритет Елена Васильевна Поставите Пешеходов Или автомобилистов Она как-то Толерантно Очень отнеслась К этому Сказала и тем И другим Они должны быть Однозначны Я глубоко в душе Уверен Что такого быть Не может Все-таки Приоритет Нужно четко Расставлять Ну Простите меня Вы за пешеходов Я за пешеходов Хорошо Продолжаем разговор Об Октябрьском проспекте Тут нешуточные страсти Разгораются Эти желтые ограждения Но давайте Про них Как вы ситуацию Прокомментируете Средства потрачены Городские Разнос Был устроен В том числе Главой администрации И вот Последняя новость В которой Говорится о том Что к Новому году Эти новоявленные Желтые пешеходные ограждения Должны быть убраны И на это Из бюджета По подсчетам Дирекции дорожного хозяйства Или там 4 миллиона с чем-то рублей Вот такая ситуация Очень интересная Впервые по-моему В городе у нас такое сложилось Когда Да впервые Я такого не помню Общественное возмущение Такое негодование И руководитель города Встает на сторону Недовольных И вот решает Ну почему это произошло Мне кажется Это потому что Все-таки же ряд решений Проходят И реализуются Исходя из Безусловно Определенных Потребностей и нужд Но без учета Всей ситуации Вообще Это напоминает То что было Там 3-4 года назад Когда Закатывали дороги А через Там на следующий год Их раскапывали Раскапывали Для того чтобы провести План на ремонт Это продолжается Да В этом году уже Ситуация Значительно Хочу сказать Лучшая В этом направлении Но вот это Из этой темы То есть как бы Да Никто не хотел навредить Но каждый решал свою задачу Не смотря ее в купе Поэтому безусловно То что получилось Это плохо На мой взгляд Значит Очень Обидно Что потребуются Дополнительные Бюджетные средства Чтобы это убирать Но опять же Безусловно Должно быть Все В какой-то системе И опять же Сейчас очень важно И это не потребует Каких-то больших Там Вложений Все так же Определиться Стратегически Куда мы двигаемся Чьи интересы Там Сохраняем Значит В первую очередь И вообще Куда мы идем В этом направлении С точки зрения Транспортной логистики В том числе Потому что На форуме В том числе Звучало Там Советские времена Генпланы И так далее И с хорошим Что там было Было взаимодействие С разными службами Куда мы идем Что мы точно делаем Что мы не делаем Поэтому То что заборы Будут убирать За бюджетные деньги Плохо Но то что Там Не нравится Горожанам Нужно Эти вопросы решать Это однозначно за Вот интересно Как дальше будет Ситуация развиваться Потому что Один из сторонников Насколько я понимаю ГИБДД То есть это безопасность Пешеходов Тем самым мы заботимся Потом вдруг Госавтоинспекция Скажет Вот мы же предупреждали Что заборы нужны Не нужно их убирать Не дай бог Если что-то будет происходить Какие-то аварии Ну не знаю Посмотрим Конечно же Ну опять же Повторюсь еще раз Много что уже изобретено Я сейчас не оцениваю С точки зрения Требований ГИБДД Но Если необходимо Опять же Какие-то ограждения То вместо заборов Можно сделать кустарники Ну я условно говорю Там Это тоже звучало на фон То есть кустарниками Обозначить Эту зону Вот некий барьер Через который Переходить нельзя Жители возмущены Не столько Что Еще раз повторюсь Что с ними не обсудили Во-вторых Что это выглядит Ну точно Достаточно Там Убого Ну извините Ну загон такой Для животных Такой получается А на самом деле Я говорю Я в качестве примера Это не значит Что я там сторонник Кустарников Но на самом деле Опять же Посмотреть опыт Других городов Других стран Очень многие Вещи С точки Логистики Предупреждения Каких-то Аварийных ситуаций Они в том числе Звучали Там На форуме Они Есть И в других Источниках Их нужно использовать Ну и еще Один момент Связанный тоже С Октябрьским Проспектом Снова эта тема Поднята Я имею ввиду Олейную часть ГИБДД Представило данные О том Что якобы Согласно опросу Жителей города Некоторая часть Не против того Чтобы Олейная часть Была Немножко сужена И за счет этого Расширена Проезжая часть На Октябрьском проспекте Илья Шульгин Сити-менеджер Категорично Сказал Нет Аллею Не дам Ваша точка зрения Аллея у нас Как известно Простирается Улица Профсоюзная До улицы Воровского Да История появления Этой аллеи Еще уходит Во вторую Мировую войну Великую Отечественную Но суть в чем Фотографии Кстати масса Как люди высаживали Кировщины Деревья У меня родители Тоже участвовали В посадке Ну понятно Это от завода было Но тем не менее Значит Я против Вообще Уменьшения Количества Аллеи Но опять же Две причины Первая Это не решит Проблему пробок Однозначно Я в этом сейчас Убежден На сто процентов Это будет Локальная мера Которой хватит Может быть на месяц Может быть на два Потому что Что произойдет Это значит Как только мы Расширим Какое-то пространство Часть автомобилистов Часть потока Уходит на эту улицу И через какое-то время Она все равно Естественным образом Заполнится Это как движение воды В протоках Плюс надо учитывать Растущую Автомобилизацию И второй вопрос Безусловно Это вопрос экологический Поэтому повторюсь Я за то Что сейчас В нашем городе Нужно объективно Признать Что существующая Транспортная магистраль Такова Что нужно принимать Решение Не только Экстенсивным путем За счет расширения Дорог Но в том числе Качественным Меняя какую-то ситуацию Безусловно Есть дороги Которые Возможно Имеет смысл Специалистам Посмотреть И расширить Например Опять же Тот же Путепровод На Октябрьском проспекте Между АЦМом и Лепси Потому что Сейчас там Даже Организация Выделены полосы Представляет Достаточно много вопросов Специалистам Нужно это оценить Но Октябрьский проспект Это та Улица Которая имеет Три полосы Если Организационно Решить вопрос С парковками Если решить вопрос С уборкой снега В зимнее время То Из трех полос Однозначно Там Вопрос Заторов Может быть Частично снят Там Параллельно Естественно Там еще Технические средства В виде Ну Светофоров И так далее Поэтому я против На путепроводе Например Как-то сразу Соображают Возможно Там ставить Какой-то знак Который С выделенной полосы То есть Приоритет Общественного транспорта Устанавливается Чтобы водители Выпускали Например С этой общественной Выделенки Ну Как вариант Мне кстати Да Удивляют На протяжении Уже многих лет Эти возмущения Водителей Наших Которые пишут О своем недовольстве Во всевозможных Пабликах В социальных сетях Вот стоим В пробке 40 минут 50 час Полтора часа И так далее Так уважаемые друзья Так вы эти пробки Создаете Не так что ли В том числе Конечно Если есть возможность Ну почему бы Вот сейчас Массовые Жалобы Идут на Работы Подземные Коммуникации В районе Казанской И профсоюзной Что очень трудно Въехать Въехать утром В город Через старый мост А потом выехать Ну да Ну вот такая жизнь Я понимаю Что многим Надо детей Везти на занятия В школу В детские сады И так далее И по работе Торопиться Но если есть возможность Ну отказаться На это время От руля Что называется Да Почему бы нет Согласен Да Ведь я не Вот ну Еще раз Чтобы было понятно Я не исключаю Что Точнее Я не говорю Что автомобиль Вообще не нужен Потому что Я слабо представляю Там например Как Достаточно Достаточно неудобно Добираться на автомобиле Там На дачу На природу Путешествовать Или например Добираться Там До Логистических Маршрутов Из удаленных Районов города Потому что Чтобы например Выбраться С большой горы В центр Где ездит Один автобус С достаточно Большим интервалом Причем Он вывезет Все равно Только на окраину Там в сторону В районе АвиТека То безусловно Где-то машина Оправдана Но Большинство Все равно Жителей Проживает Достаточно Компактно В местах Там Нахождение Общественного Транспорта И наша задача Там И задача Администрации Безусловно Решить Логическую Проблему Там В том числе За счет Создания Более сложных Условий Пользования Автомобилем Повторюсь Внутри города Как бы Да И создание Благоприятных Условий Для общественного Транспорта Для пешеходных Для пешеходов В том числе Автомобилистов И прочее Об этом тоже На форуме Было достаточно Ну Чтобы на сегодня Оставить уже Эту транспортную тему Конечно Тут разговаривать Можно долго Еще один Прошу вас Момент прокомментировать Когда эти меры Будут вводиться Опробоваться У меня уже нет сомнений Что это будет вводиться В ближайшее время Естественно Мы увидим Волну недовольства В том числе Автомобилистов Чтобы упредить Эту волну Как-то ее сгладить Что нужно На ваш взгляд Широкоинформационная Компания Как-то убеждать Что в результате Мы получим Вот то О чем вы говорили Моменты Эти положительные От использования Общества на транспорт Ну однозначно Об этом нужно говорить Вот Потому что Вот Вообще Там Безусловно Там форум Он был достаточно Интересен Но это форум Достаточно локальный Он был 300 человек По официальным данным Поучаствовал Но это все равно Не все Слои населения Там были Там было Очень мало Людей пенсионного возраста Это логично Там было К слову говоря Практически не было Людей В силу Времени И дате Проведения Людей Трудоспособного возраста Которые работают На заводах Там Средний возраст То есть Было Было Много Молодежи Было Очень много Представителей Власти Депутатского Корпуса Связанных Со строительностью Архитектуры Но все равно Это не все Слои И наша задача Сейчас В том числе Там И депутатского Корпуса И средств Массовой информации Правильно Донести Эту Эту мысль До людей Обсудить И услышать Еще какие-то Вопросы Потому что Безусловно Мне как Автомобилисту Сказали Что ты знаешь Там Сейчас будет Запрет на Использование Автомобиля Как бы да Об этом Речи не идет Я для примера Но мне нужны Альтернативы Но при этом Если мне говорят Что дешевле Будет добираться Быстрее Еще говорю Любой разумный Человек Если ему дадут Два пути Там налево Пойдешь Направо Пойдешь Стоя перед Философским камнем Но при этом Он оценивает Если путь использования Общественного транспорта Для большинства Граждан Будет проще Они уйдут На общественные пасы Это не значит Что мы избавимся От автомобилей Автомобили Повторюсь Нам будут все равно Нужны Потому что мы Живя в Кирове Все равно Не локализованы здесь Но с точки зрения Каждодневных поездок Многие люди Я надеюсь Пересядут на общественные транспорты Михаил Ковезин Депутат Кировской городской думы Мы продолжим Наш разговор Через минуту Особое мнение На 101FM Продолжаем нашу беседу Михаил Вы почти уже два месяца В городской думе Я напомню Что были довыборы 9 сентября И Михаил как раз таки Победил в этих довыборах Расскажите Как вы втягиваетесь в работу Какие моменты Уже Особенно важными Для тебя чувствуете Мы уже упомянули Что вы вошли в комиссию По ЖКХ и транспорту Параллельно я еще в комиссии По самоуправлению и этике В комиссии Вот только начал Приступил к работе Потому что После выборов В сентябре Там были еще Организационные моменты Не до конца включился Безусловно Очень интересные И полезные Вопросы Обсуждаются на комиссиях Повторюсь Возможно говорил Но не здесь Приятно Радует Вовлеченность Всего Депутатского корпуса Независимо От званий Партии И так далее Все Вовлечены в процесс Все хотят сделать лучше Проблемы Которые Долгое время Где-то были На задворках Они достаются И обсуждаются И это не может Не радовать меня Для меня сложно Наверное Включиться Полностью Потому что Ряд вопросов Идут еще С прошлого года И они уже Какие-то близки К завершению Какой-то на финальной стадии Но безусловно Эти вопросы Я стараюсь В мере своих возможностей Включаться Обсуждать И безусловно Я об этом уже говорил Есть некий информационный На мой взгляд Во всяком случае Среди моих избирателей Провал С точки зрения того Чем занимаются Депутаты городской думы И я постараюсь В ближайшее время Эту информацию Начинать доводить Более широко Среди Своих жителей Для того Чтобы понимать Какие вопросы Можно обсуждать Какие в компетенции Потому что На самом деле Правда Работа ведется Но о ней Мало кто Видит и знает И видны Такие только Всполохи Тех решений Которые происходят Хорошо Что затронули Эту тему Хотел задать этот вопрос Юрий Львович Шлемензон Ваш коллега Не так давно В нашей студии Говорил о том Что очень важно Позаботиться о том Чтобы как можно Шире работа депутатов Освещалась Он говорил о том Что в бюджете На это должны Заклядываться Более приличные Какие-то суммы Сейчас там очень Небольшие цифры Ваша позиция Надо Согласен С Юрием В общем Что надо Освещать По поводу Бюджета Повторюсь Для меня Вопрос Финансирования Если не ошибаюсь Полтора миллиона В год На освещение Работы Но я не знаю Много это Или мало Я не знаю Как система работает Имею ввиду Не знаю Досконально На всех моментах Тогда отвечу Более коротко Освещать Точно надо Но Мое мнение Нужно Безусловно Смотреть Приоритеты Потому что Бюджет Вот сейчас Идет обсуждение Бюджета На 18 год Бюджет Очень сложный И Если меня Лично Спросить Что лучше Осветить Деятельность Депутатского Корпуса Или эти Дополнительные Средства Направить На социальную Среду Я конечно За социальную Среду Безусловно Пока наивно Полагаю Что что-то Можно сделать Самим В результате Встреч Каких-то Других Телодвижений Потому что Повторюсь Согласен С позицией Что не освещается Но В силу Недостатка Бюджета Надо все-таки Смотреть Какие средства Можно туда Добавить И Каким образом Чтобы не ущемляя Другие Статьи бюджета А вот Кстати Ваш коллега Самый молодой Ныне депутат Гурдумы Павел Олегович Который Избрался 9 сентября Вот за это время С момента До выборов Я раза три Наверное Четыре Уже видел Посты Новости С его участием Фотографии Вот он Деревья Где-то посадил Где-то еще А вот Что-то У вас Нигде не видел Вы пока Вот к нам Спасибо Конечно Приходите А вот так Вот Это не по вам Не ваш формат Ну Где-то засветился Сфотографировался Надо обязательно Опубликовать Ну Мой формат Все-таки же Не мой формат Это делать за деньги Я не сейчас Не в упрек никому Я просто к тому Что Опять же Там В силу того Что Есть другие В моменты Куда можно Тратить ресурсы Там Лучше тратить туда Безусловно Это важно И я сейчас Там Активно Занимаюсь Встречами В своем Округе Для того Чтобы в том числе Там Определить формат Наказов На следующий год Для того Чтобы определить Какие проблемы есть Там встречаясь В том числе С учебными заведениями Социальными С жителями Там Список Вопросов Множится Какие-то вопросы Уже начинают Там Формироваться В какие-то Конкретные вещи Которые можно обсуждать Вот Но Для меня Это Одна из задач Там На Там Которую я хотел бы Реализовать в девятнадцатом году Это все-таки же Выбрать для себя Способ Донесения Простой Недорогой Информации До максимального Количества Жителей У меня нет пока решений Безусловно Социальные сети Один из них Но не все Вы присутствуете В социальных сетях Мне бы хотелось Еще решить Какие-то вопросы Но пока Там Я говорю Пока нет ответа Ну точно Для меня Это одна из задач Не с точки Самой пиара А с точки Зерения того Повышения Там Ценности Восприятия Потому что Там Украду Еще две минуты Очень много Особенно На первый Там Месяц И сейчас Еще есть Очень много Было Запросов И обсуждений Проблем Которые находятся Точно В компетенции Не в компетенции Депутата Городской думы Точнее В его компетенции Но их можно решить Без него И здесь Очень важно Просто Правовая Информация Там Какая-то Там Юридическая Для Граждан Что на самом деле Многие вопросы Они могут решить Сами Задача депутата Помогать Если что-то Не решать Или Если это Не в их компетенции Ну в том числе Там Мне были звонки У нас нет Горячей воды Куда звонить Что делать Ну то есть Как бы Там К сожалению Ряд Там Ну то есть Формат Функции Депутата Городской думы Он иногда Утрироваться В такого Маленького царя Наместника Вот ему Пожалуйста Все вопросы решены Иногда Действительно Ресурс этот Есть Но Я вижу Что все-таки Активность Граждан Должна быть Такая Что попробовал Получилось Здорово Не получилось Ну тогда Ищи пути Выхода Вот для этого Я хотел бы В том числе Доносить какую-то Информацию Обсуждать Чтобы у людей Появилось Четкое понимание Того Что на самом деле И это я в этом Убежден 90% вопросов Можно решить Самим Просто нужно Их начать делать Да сейчас Да у нас Остается 3 минуты Буквально Вы сейчас Заговорили О коммунальных проблемах Я планировал Задать вам этот вопрос Я имею ввиду Вот очередной коллапс Какое-то коммунальное Не знаю Бедствие Очередное в городе Это огромные счета Я имею ввиду За тепло И за горячую воду В сентябре Я думаю Что к вам Жители тоже обращались По этому поводу Да Очень много Что это Как это Это издевательство Да Как люди говорят Там тысячи горожан Выстроились В очередях Чтобы Пересчитали Им узнать Что это вообще такое Вчера Вчера мы на комиссии Это достаточно подробно обсуждали Там тема Достаточно Не новая Каждый год поднимается Если в двух словах Кратко К сожалению ряд управляющих компаний Не справились С тем Что у них прописано В договоре на обслуживание А именно Современной поверки Приборов учета И это задача Управляющих компаний Если это управляющая компания Или руководство ТСЖ Если это ТСЖ И так далее И это вылилось В тот коллапс Который есть То есть Количество неповеренных Приборов учета Ну Превысило Там Больше сотни Нет Насколько сот Или больше сотни И сейчас Эта цифра уменьшается Но это говорит о том Что По сути дела Бардак Как бы безусловно Есть Елена Васильевна Поддала В том числе Поручение Ковалева Чтобы все-таки же Юридически Там все-таки же Найти регламент Каким образом Жители сейчас Должны Этот вопрос Финансово Решить со своей Управляющей компанией Потому что Если я просто Житель Многоквартирного дома То задача Поверки Прибора учета Общодомов Лишит не на мне А на той Управляющей компании Которой я плачу деньги Естественно Я справедливо Спрашиваюсь с нее Там да И это тогда Дополнительная задача Для совета дома Но повторюсь Юридически Совет дома Здесь не закреплен Потому что В моем доме Счетчик поверен Я знаю Дату очередного Своей поверки Но потому что Так получилось Но к сожалению Мой соседний дом Был поверен В последние дни И они попали На эту ситуацию Это конечно Ситуация Из рук Вон выходящая И это В очередной раз Говорит о том Что контроль За работой Управляющей компании Нужно усиливать И принимать Достаточно жесткие Меры К тем управляющим Компаниям Которая не справляется С своими обязанностями Это кстати Мнение прозвучало О том Что может быть Нам вернуться На прежнюю схему Когда мы равными Далями платим За тепло То есть Каждый месяц В году 12 У нас же сейчас Схема 8 на 4 Да Вот я конкретизирую Вице-спикер ОЗС Роман Титов Сказал о том Что Может быть Поторопились Денег меньше На перевооружение Техническое И так далее Не Я за новую систему Она позволяет Задуматься О том Что Ведь когда ты Начинаешь платить В этой системе То есть Ты задаешься Вопрос В том числе Про энергосбережение Своего дома Подвала Чердака И так далее И когда ты Считаешь деньги Это правильнее Чем абонентская плата То есть Я конечно Вот я за новую систему Другое дело Что еще Она выявила ряд проблем Которые раньше Были не видны У нас ведь еще Масса домов Там Речь идет Даже не о сотне А там О нескольких сотен домов Которые не имеют Приборов учета Технически Это сделать невозможно Или там По каким-то другим вопросам Или объем потребления Слишком мал И они все Там тоже пользуются Вот этой системой И там тоже есть Чем еще поработать Завершается время Нашей беседы Спасибо большое Михаил Ковязин Депутат Кировской городской думы Всего доброго До свидания Спасибо Особое мнение На 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok